В интернете появился документ, согласно которому нерабочие дни в России продлятся до 31 мая. Якобы это указ Владимира Путина. Его активно распространяют в соцсетях. Есть те, кто радуются, что еще посидят дома, но в большинстве своем люди паникуют. От самоизоляции все устали, да и деньги сами себя не заработают. Мы проверили, насколько документ правдив. Вопрос вызывает формулировки. Например, название документа о продлении в Российской Федерации нерабочих дней. Если заглянуть в предыдущий указ, которым Владимир Путин продлевал карантин, то мы обнаружим, что он называется иначе. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, в документе написано, что нерабочие дни устанавливаются с 3 апреля по 31 мая. Но нерабочие дни начались 1 апреля. В следующем указе их продлили с 4 по 30 апреля 2020 года. То есть, если бы такой документ публиковался, то формулировка была бы, скорее всего, другая. Нерабочие дни считались бы либо с 1 апреля, либо с 1 мая. В Кремле тоже не подтвердили наличие указа. Все указы публикуются на сайте кремлин.ру. Если там нет такого документа, значит его не существует, заявили в пресс-службе президента. Согласно информации на сайте президента и на портале правовой информации, где публикуются все государственные документы, такого указа не существует. Так что на сегодняшний день можно уверенно говорить, что это фейк. И не пересылать его, потому что за это теперь предусмотрена уголовная ответственность.